Стриптиз со смертельным исходом. Кровавой трагедии закончился конкурс стриптизом в ночном клубе Северодвинска. На сцене девушки стали раздевать мужчин. Один из них оказался вооружен. У участника конкурса мужчина 45 лет. Из кармана выпал травматический пистолет, который подняла участвовавшая в конкурсе девушка, 4-летняя девушка. И в последующем в результате неосторожных действий данной девушки из пистолета произошел выстрел. Мужчина получил смертельное ранение и скончался. Пуля перебила артерию на шее. Известно погибший бывший сотрудник правоохранительных органов. Виновница трагедии обратилась в полицию сама. Преступление девушка совершила непреднамеренно. Ранее судима не была. Поэтому суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на год и 6 месяцев с удержанием 10% от заработной платы в пользу государства. Лидером Аль-Каиды возомнил себя северодвинец. В 6-м часу утра он позвонил по телефону 02 и сообщил, что дом на проспекте Морском 40 заминирован. На террористический акт мужчину толкнуло радостное событие. У него родился сын. Ножки молодой человек обмывал в баре, который находится в этом же доме. Застолье закончилось битьем мебели и посуды. Это я охрана его вывела. Потом пошла, смотрю, он снова сидит. Опять весь в крови. Он подошел, говорю, я обсудить не буду. Ладно, я пошел, сказал, говорит, я сейчас закрою вас. Я никак не думав таким, что таким методом он закроет нас. О взрывном устройстве мужчина сообщил в полицию со своего мобильного телефона. Движение автотранспорта по проспекту Морскому перекрыли. В течение 10 минут сотрудники полиции эвакуировали пятиэтажный дом. В том числе детей и стариков. Некоторых жильцов пришлось выносить на руках. Кинолог с собакой обследовал дом около часа. Взрывное устройство не обнаружили. Зато виновника нашли сразу. На днях дело о нетрезвом террористе направили в суд. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы. Глотание предметов у северодвинских водителей вошло в привычку. На этот раз в желудке предположительно нетрезвого мужчины оказалась зажигалка. По крайней мере, так задержанный автовладелец заверял инспекторов. На проспекте Морском на своей пятерке водитель двигался без включенных фар и с непристегнутым ремнем безопасности, чем и вызвал сомнения полиции. От экспертизы задержанный отказываться не стал. В итоге припор показал около 0,5 промилей. При общении с инспекторами у инспекторов сложилось достаточно основания полагать, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Предложив человеку пройти медицинское освидетельствование, сами слышали и видели. Человек предпринял все попытки уйти от административной ответственности. Выбежал от инспектора из помещения поста, подбежал к своему знакомому, схватил бутылку водки и выпил. Теперь водитель получит от полутора до двух лет. Кстати, достать зажигалку из желудка медикам так и не удалось. Водитель из больницы сбежал. Вы зайдите мне скорую, мне плохо. Только что скорая была. Почему вы меня не везете? Мне очень плохо. Мне тошнит. Такой диагноз поставил себе 19-летний северодвинец в ноябре. По словам юноши, он проглотил иголку от циркуля. Это сподвигло его на пицце и сесть за руль без прав. Только далеко уехать не смог. Сразу оказался в ГИБДД. Сотрудники вызвали скорую, те определили. Парень симулянт. Однако горе водитель не успокоился. В итоге молодого человека отвезли в больницу. Наличие иголки в его желудке не подтвердилось. Как и в прошлый раз. Ведь точно с таким же самодиагнозом парень попадал в отделение на прошлой неделе. Редактор субтитров А.Семкин